Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские фермеры следят за урожаем через спутник. Учения МЧС прошли на Ульяновском приборостроительном заводе. Более 16 тысяч школьников смогут отдохнуть этим летом в детских лагерях Ульяновска. В музее Пластова показали деревенского Пушкина. Весной дорог каждый погожий денек. Воспользовавшись хорошей погодой, ульяновские земледельцы приступили к весеннеполевым работам на две недели раньше. В числе первопроходцев Сенгелеевский, Кузоватовский и Чердоклинский районы. Аграрные подробности в нашем сюжете. Сегодня Сергей Морозов провел выездную встречу штаба по весеннеполевым работам. А заодно и ознакомился с состоянием посевов о зимой пшенице в крестьянско-фермерском хозяйстве возрождения в Чердоклинском районе. В частности, 22 апреля мы уже поступили к пессивной компании. Это в частности, все, что касается сахарной свеклы. Ну и в целом, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день готовность у нас к весеннеполевым работам по технике составляет 100%. На сегодняшний день у нас 2871 единицы из хозяйственной техники работают в сельскохозяйственных полях. Общая посевная площадь в этом году превысила 1 миллион гектаров. 638 тысяч из них занимают зерновые и зернобобовые культуры. Яровыми культурами этой весной засеет 329 тысяч гектаров. К посевной приступили во всех районах области. Параллельно с этим на полях продолжается баранование и внесение удобрений. Также главе региона рассказали о современных спутниковых системах, которые применяются в чердоклинском хозяйстве. Через спутник происходит дистанционный анализ почвы и озимых растений. Благодаря этому удается регулировать внесение удобрений, тем самым увеличивать урожай. У нас есть ряд аграриев, которые требования к озимой культуры достаточно высокие. В частности, если они на рождении, то у них уже задача собирать свыше 60 центров гектаров. Это озимы, которые на сегодняшний день селькостеропроизводители многие по региону считают их хорошими озимами. Возрождение считает это нехорошими озимами. Они их, соответственно, будут пересеивать, потому что у них требования достаточно высокие. В этом году продолжатся и меры государственной поддержки по обновлению машино-тракторного парка. Закуплено уже 36 единиц техники, а в течение года для фермеров закупят еще 136 машин и тракторов. Это позволит сократить агротехнические сроки, в том числе и сейчас. Яровой сев планируют завершить к середине мая. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Ульяновской правды. Региональное управление МЧС провело плановые пожарно-тактические учения в деревообрабатывающем цехе Ульяновского приборостроительного завода. По тактическому замыслу учений в результате несоблюдения правил пожарной безопасности произошло возгорание на участке сборки. Мастер участка немедленно сообщил о случившемся в пожарную охрану и приступил к эвакуации людей. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в цехе условно наблюдалось сильное задымление, и огонь продолжал распространяться во всех направлениях. Пожару был присвоен повышенный ранг. Прибывшие огнеборцы установили автоцисцерны на пожарные гидранты и приступили к тушению. Одновременно для поиска и спасения условных пострадавших, а также для тушения пожара в непригодной для дыхания среде, были сформированы звенья газодымозащитной службы. Всего на учение были привлечены 10 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. В Ульяновске установилась теплая сухая погода, и дорожные службы приступают к масштабным работам. Так начат капитальный ремонт улицы Тимирязева, где будет уложен новый асфальт, заменена рельсошпальная решетка и обновлен тротуар. Подробности в нашем материале. Первым делом подрядчики приступили к демонтажу межрельсового пространства. Работы будут проводиться до конца апреля. В данный момент по улице Тимирязева мы подготавливаем рельсы, зачищаем межрельсовое пространство для того, чтобы трамвайный электротранс мог заменить рельсы. После того, как они заменят рельсы, мы уже зайдем сюда и уже полностью будем ремонтировать проезжую часть. На следующей неделе начнется замена рельсошпальной решетки на дороге протяженностью в 2 километра. Заменят и 6 стрелочных переводов. На первом этапе будет заменен участок путей между проспектом Нариманово и улицей Роза-Люксембург. На втором этапе между улицами Роза-Люксембург и Радищева. Рельсы на улице Тимирязева служили 25 лет. В связи с проведением работ на улице Тимирязева ограничено движение автотранспорта и автобусных маршрутов. В период замены рельс трамвай маршрута номер 4 будет следовать через остановку Дамба, а номер 9 – до Дамбы. Об этом будет сообщено дополнительно. В детских лагерях Ульяновска этим летом смогут отдохнуть более 16 тысяч школьников. По информации Управления образования администрации Ульяновска, количество дневных лагерей составит 84, где смогут отдохнуть и оздоровиться почти 8 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. Также во время летних каникул помимо дневных лагерей будут действовать 4 лагеря труда и отдыха при центрах детского творчества в каждом районе города. А вот в загородных лагерях смогут отдохнуть и оздоровиться более 8 тысяч школьников. Еще более 50 тысяч ульяновских школьников будут отдыхать в рамках реализации межведомственных проектов «Летняя Академия искусства, спорта и труда», «Территория детства» и «Летний венец». Кроме того, будут работать спортивно-оздоровительные площадки, экологические отряды, а также планируются мероприятия, организованные спортивно-досуговыми центрами «Симберцит». Движение ТОСов активно развивается. Теперь им помогает Красный Крест и опора России. В Ульяновске прошел первый форум территориальных общественных самоуправлений. Подробности у Виктории Черковой. Представители 70 ТОСов собрались в корпоративном университете, чтобы обменяться мнениями и решить острые социальные вопросы. Форум территориальных сообществ в Ульяновске прошел впервые. Из-за обилия тем мероприятие было поделено на блоки. В момент приезда нашей съемочной группы перед общественниками выступал Николай Солодовников, председатель регионального отделения опоры России. Приглашенный эксперт объяснял участникам, как построить долгосрочный бизнес. Начали с основ. «Любой бизнес лучше начать с того, с чем ты соображаешь. Вот. Сам. То есть там в продаже, в меде, в выращивании, там в ЛПХ, да, или еще в чем-то». Не однодневная акция, а постоянное дело. Бизнес-тренер приводил в пример долгоиграющий соцпроект магазин «Мистер. Спасибо». От коммерции перешли к вопросам здравоохранения. Дело в том, что между ассоциацией ТОС и российским Красным Крестом заключен договор о сотрудничестве. Уже как два года жители ТОСов учатся в местном филиале общероссийской организации. После окончания курсов они имеют право и возможность профессионально ухаживать за тяжело больными людьми. «Мы начинали, да, мы понимали, что нам нужна лицензия на медицинскую деятельность, допустим, нашей организации, для того, чтобы дальше работать в этом направлении. Мы за счет ГРАД получили эту лицензию, потому что вещь достаточно дорогостоящая. Вторую лицензию будет тоже получать за счет ГРАД». К чему так интенсивно готовят жителей ТОСов? Владимир Сидоров рассказал, зачем нужны подобные тренинги и разборы бизнес-стратегий. «Что мы хотим сейчас, чтобы ТОСы сами пытались что-то сделать тоже для себя. Поэтому сегодня был опор России. Мы пытались научить благодаря предпринимателям, как они могут, допустим, ТОСы благоустраиваться. Лекции от экспертов не должны пройти даром. После формы представителям самоуправления будет легче разбираться в правовых и финансовых вопросах. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В Ульяновской области стартует Европейская неделя иммунизации. Мероприятия будут проходить в регионе с 24 по 30 апреля. Цель Европейской недели иммунизации – это повышение охвата вакцинации с помощью активного информирования населения, медицинских работников и руководителей муниципальных образований о необходимости защиты от инфекционных заболеваний. Во всех больницах региона будет обеспечен максимальный охват профилактическими прививками взрослых и детей. В музее Пластова открылась новая выставка «Деревенский Пушкин» от Санкт-Петербургского художника. Примечательно, что Ульяновск – это второй город, где проходит экспозиция. Первым была Москва. Там работы показывали в Государственном музее Пушкина. Подробности у Ирины Антоновой. Санкт-Петербургский художник Игорь Шеймарданов с 2000 года создает необычные пушкинские серии. 47 произведений из серии «Деревенский Пушкин» теперь в музее Пластова. Ее куратором выступила заведующая Центром восточных культур филиала Ульяновского областного художественного музея Светлана Саберзянова. Сначала он показывал их в Москве, в Государственном музее Пушкина на Старом Арбате. Затем они приехали к нам в Ульяновскую область. То есть мы вторые в очереди, если можно так сказать, которые представляют миру и стране вот этот замечательный проект. Работы Игоря Шеймарданова выполнены в лубочном жанре и пронизаны тонким юмором. В постановочных сценах Пушкин изображен таким родным, близким для художника и доступным для зрителя. Названия тоже знакомы, а не дублируют названия уже известных картин. Например, «Грачи прилетели» или «Аленушка». Есть работы, связанные с народной культурой. Например, «Первый парень на деревне». Все работы написаны на картоне маслом, при этом художники используют особый прием – процарапывание иглой. При этом получается необычная фактура картин. В рамках работы выставки на территории детского музейного центра «Аркадия» для ребят третьего класса лингвистической гимназии был проведен мастер-класс по оформлению деревянного коня в технике декупаж. С ребятами мы делаем коня не случайно, потому что на многих работах, которые представлены здесь на выставке Игоря Шеймарданова, мы видим с вами вот этого героя пушкинских стихотворений. И вот вместе с ребятами в детском центре «Аркадия», где открылась сегодня выставка Игоря Шеймарданова «Деревецкий пушкин», мы тоже делаем своего такого необычного коня в народном стиле. 1 июня, в День защиты детей, эти кони, сделанные руками детей и другие поделки участников детского центра «Аркадия», будут представлены на выставке-ярмарке. А выставка Игоря Шеймарданова будет работать до 6 мая. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. В ближайшие сутки в Ульяновске ожидается теплая солнечная погода. Завтра утром будет небольшая облачность, к обеду прояснится. Столбик термометра достигнет 19 градусов по Цельсию. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс равен 4. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале uprada.ru по будням в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин